Отлично. Супер. Понравилась вам рождественская Прага? Вообще замечательное Рождество в любом европейском городе, я думаю. Они так, многие очень похожи, хотя у каждого городочка своя какая-то особенность и свои изюминки присутствуют. Поэтому всегда приятно Рождество в каком-то новом городе встретить или посмотреть рождественские приготовления в новом городе. Кто же запланировал поездку на Рождество, друзья? Ну, я надеюсь, у вас уже у всех есть какие-то планы, и вы не останетесь без поездки на рождественские праздники. Разрешите представиться, зовут меня Елена Петровская, и сегодня я провожу вам вебинар из города Киев. Друзья, для того, чтобы изменить мир, надо его увидеть. Я не знаю, хотите ли вы изменить этот мир, или хотите ли вы принести какую-то часточку в изменение этого мира, хотите ли вы что-то существенное оставить, я не знаю. Но увидеть этот мир, посмотреть его, полюбить его всей душой — это, по-моему, замечательная идея. Как вам такая идея? Именно о том, как это сделать, как это сделать легко, комфортно и с удовольствием, побороть всякие страхи, которые связаны с этим. Именно об этом мы сегодня и поговорим. Я вижу, очень много людей собралось, которые любят Прагу. Замечательно. Я рада, что нашла этот ролик у нас в вебинарной комнате, его Виктория закачала, Головинова. Она недавно читала нам замечательнейший вебинар о Праге, об отдыхе в Чешской Республике. Вообще, ну, настолько легко вы теперь сможете себе, если посмотрите этот вебинар в записи, кто-нибудь живой, вы сможете легко себе комфортно чувствовать в Праге. А если вам нужна будет помощь, то Виктория сможет вам помочь осуществить любую поездку и экскурсию по Праге и более подробно узнать. Да, да, я знаю, сегодня уже преддверие Рождества, канун Рождества. Все, кто празднует Католическое Рождество, друзья, поздравляю вас с этим замечательным праздником. Пусть любовь и тепло всегда царит в ваших душах и в ваших домах. Давайте немножко коснемся правил нашей вебинарной комнаты. При входе, пожалуйста, имя, фамилию и город пишите, потому что нам очень важно знать, откуда к нам приходят друзья, откуда к нам приходят путешественники. Обязательно давайте обратную связь, ставьте плюсы и минусы, потому что проводить вебинары достаточно легко, когда есть обратная связь. Я вижу огромное количество надписей, плюсиков, друзья. Огромное вам благодарность за это, потому что ты понимаешь, что ты не один сейчас перед компьютером, а многие люди тебя слышат. Вопросы можете задавать мне в течение всего вебинара по ходу моей речи, и я постараюсь на них ответить, если они касаются того, что я рассказываю. Если что-то в общем будет, пожалуйста, давайте в конце отойдем время для наших вопросов. Рекламы и самопиар запрещены. Пожалуйста, никаких ссылок, никаких адресов электронных или скайпов в чате не сбрасывайте. Негативы и оскорбления будут у нас караться исключением из вебинарной комнаты. Но я надеюсь, что все мы люди цивилизованные. Так вот, друзья, зачем же мы все-таки путешествуем? Почему? Что нас подвигает постоянно двигаться куда-то? Вы знаете, я на этих выходных была с семьей в другом городе. Мы отдыхали в Украине, но тем не менее в другом городе. Мы в замечательном отеле, при том этот отель назывался Швейцарский. Шикарный четырехзвездочный отель. Вы знаете, я поняла, что у хороших отелей есть значительный недостаток. Как вы думаете, какой? Есть у вас предположение? Какой общий недостаток есть у хороших шикарных отелей? С прекрасным сервисом, с замечательными завтраками, с красивыми номерами. Есть предположение у вас? Ну, мы пришли с семьей к такому выводу, что у хороших отелей есть большой недостаток в том, что из них не хочется выходить. Особенно, когда на дворе немножко слякотная и прохладная погода, то тебя никак не тянет выйти из этой красивой обстановки. Совершенно верно, Ольга, уезжать не хочется. Не хотелось никому, ни детям, ни нам, с супругам уезжать оттуда. Хотелось задержаться подольше. Все мы стремимся получить какие-то новые впечатления. Вы знаете, мы съездили всего, получается, на три дня. Ночевали в отеле две ночи, но настолько отвлеклись, настолько отдохнули. Дети получили массу впечатлений. Ребенок, старший, который уходит в школу, намного легче. Встал сам по будильнику в понедельник в школу и с легкостью пошел туда, потому что он отвлекся, он немножко набрался новых эмоций. И уже не так было тяжело переносить и холодную погоду на дворе, и те эмоции, которые немножко всегда у нас негативные зимой у многих. Поэтому намного легче. Недаром же говорят, что один день, проведенный вне дома, часто заменяет нам 10 лет жизни проведенный дом. Поэтому мы всегда стремимся путешествовать, забыться, раствориться где-то в этом отдыхе, забыться от нашего быта, от многих вообще забот, которые нас все время давят, может быть, дома. Кто-то хочет получить новые открытия, кто-то, безусловно, хочет получить новые эмоции. Но даже если вы не стремитесь получать новые эмоции, вы, безусловно, их получите. Особенно если вы едете в какие-то места, которые коренным образом отличаются, пейзажи отличаются от вашего дома, то, безусловно, эти эмоции будут просто захлёстывать вас. Яна пишет, что к ним быстро привыкаешь. Да, безусловно, к хорошим отелям очень быстро привыкаешь. И очень сложно потом жить в каких-то отелях класса ниже или хуже. И я совершенно с вами согласна, Яна. Друзья, а как же мы путешествуем обычно? Как правило, мы путешествуем через турагентство. Я признаюсь вам, я бывший турагент. Совсем недавно у меня было ещё своё турагентство. И я прекрасно понимаю, как приходили люди, которые либо не знали нас совершенно, либо по рекомендации от наших бывших туристов приходили, либо какие-то друзья, знакомые приходили в турагентство и доверяли нам заботу о своём отдыхе. Я думаю, что многие из вас сталкивались и понимаете, как работает подобная схема. Но очень многие сейчас путешественники уже путешествуют самостоятельно. К сожалению, было в течение этого года много сложных, проблемных ситуаций с туристами, которые остались за рубежом. Это коснулось и Украины, и России, и Беларусь. Затронуло и банкротство операторов, которое повлияло на отдых многих путешественников. Поэтому люди стали меньше доверять. Но и кроме того, я думаю, что многие люди стали просто больше узнавать, меньше бояться, и поэтому начинают уже быть более самостоятельными путешественниками. Как же не путешествовать самостоятельно? А самостоятельно, я думаю, вы понимаете, что сейчас у нас всё в интернете. Любая информация доступна и любое бронирование доступно. Любой авиаперелёт, железнодорожные билеты, гостиница. Знаете, я когда бронировала наш отдых на выходные, у меня ушло на это минут пять от силы. Я зашла на сайт железной дороги украинской, забронировала билеты, тут же их распечатала. Я зашла на портал бронирования гостиниц и тут же получила ваучер на поселение с подтверждением о полной оплате. И у меня полностью была готова поездка. Если мы говорим о турагентствах, вы знаете прекрасно, что такой вариант у вас вряд ли получится. Это если вы в крайнем случае летите по очень горящей путёвке, и завтра вылет. Но такие варианты крайне редко получаются. И, скорее всего, это не тот отдых, который бы вы хотели. Это то, что уже, так сказать, осталось и догорает. Как правило, туристы получают документы, когда у нас? За три дня до вылета. То есть если вы заблаговременно бронируете какой-либо отдых, если, скажем, мы говорим о раннем бронировании, то есть вы решите в феврале забронировать себе летний отдых на июнь месяц, то три месяца или больше вы вынуждены будете ждать документов своих. Потому что такая система у туроператоров, этого никто не может изменить, ни турагент, ни туроператор. Такая схема работы у них. Они выписывают документы самые ранние, за три дня до вылета. Поэтому я думаю, что очень сложно сохранять спокойствие и быть уверенным, что твои деньги в сохранности, и они выплачены именно отелю и авиакомпании, если вы бронируете турагентство. Но мы говорим сегодня о самостоятельных путешественниках больше. Смотрите, 90% уже американцев путешествуют самостоятельно, абсолютно не обращаются к туристическим агентствам. 70% жителей Европы бронируют в онлайне свои путешествия, и им не нужны никакие посредники. И только 25% населения стран СНГ еще путешествуют самостоятельно. Но я уверена, что нас уже будет намного больше. Потому что эта цифра была совсем недавно еще меньше. Но и в связи с ситуацией, сложной с туроператорами, как мы уже говорили, с изменяющимся рынком туризма, он меняется и значительно меняется. Потому что вообще по прогнозам ЮНВТО, вы знаете, есть такая международная туристическая организация, которая занимается анализом и прогнозированием ситуации на рынке туризма, именно специфика туризма, ее ЮНВТО. Вы можете залить в гугле и почитать подробнее полностью все анализы ее, полностью прогнозы этой компании. Так вот, она прогнозирует, что в течение 5-7 лет ближайших уже оффлайновый туризм как таковой исчезнет с лица земли. То есть все абсолютно уйдут в онлайн. Поэтому я думаю, что эта цифра уже в ближайшее время будет намного больше. Что еще мешает нам путешествовать самостоятельно? Друзья, кто еще ни разу самостоятельно не путешествовал? Есть у нас такие туристы, путешественники, которые только через турагентство бронировали? Напишите единичкой, кто еще ни разу не путешествовал самостоятельно, друзья. Я думаю, что здесь ничего зазорного нету, просто кто-то не знал еще о том, что это возможно, кто-то не понимал, как это сделать. И я тоже не стала самостоятельным путешественником в одно мгновение. И каждый из нас прошел какой-то свой путь и какие-то свои выводы сделал, прежде чем и победил свои страхи, прежде чем начать самостоятельно путешествовать. Как правило, что нам мешает? Я вижу, что никто не пишет, я так понимаю, что у нас уже все самостоятельные путешественники. Здорово. Отлично. Общаться с единомышленниками. Что же нам мешает путешествовать? Как правило, это наши страхи. Страхи незнания языка, незнания того, что тебя ждет в аэропорту. Были такие туристы, которые совершенно не понимают, с чем они столкнутся, как вообще подойти к терминалу и что ждет в аэропорту, как общаться с таможенниками. Многие думают, что это очень сложно. Люди, которые никогда никуда не ездили, они просто не знают, как это будет. Поэтому, безусловно, немножко это их пугает. Незнание пугает. Когда ты знаешь, ты вооружен, как говорится. Многие считают, что это слишком сложно и очень много времени занимает. Ну, я уже сегодня рассказывала свою историю совсем свеженькую о том, что забронировать путешествие в родной стране занимает там 5-10 минут. Ребята, видно меня? Слышно? Что-то меня выбросило из комнаты. Не пойму даже сейчас. Ребята, меня видно? Поставьте, пожалуйста, еще раз плюсики. Не знаю, в чем причина. Постоянно выбрасывают из комнаты. Прошу меня извинить. Плюсики, спасибо, ребят. Так вот, о чем мы сегодня поговорим? Как на самом деле устроим туризм? Немножко коснемся темы устройства туристического бизнеса. Как у нас все происходит внутри. Так сказать, зайдем за ширму, за кулисы туристического бизнеса. Узнаем, как экономить на бронировании наших услуг туристических. И как путешествовать и зарабатывать одновременно. Это вообще шикарная информация, которая не оставит ни одного человека равнодушным. Так вот, как же устроен наш туризм? Туризм вообще, я говорю наш, потому что, безусловно, работаю в туризме, поэтому он и мой в том числе. Так вот, у нас есть гостиницы, есть авиакомпании, есть и транспортные компании, и всевозможные компании, занимающиеся нашим развлечением во время путешествий. Это экскурсионные бюро, музеи, концертные залы, театры и многие другие заведения, которые занимаются нашим засугом во время путешествий. Все они себя хотели бы очень продавать на весь мир, потому что, как сказала Марина Букина однажды замечательную фразу, что самые дорогие номера в отеле – это номера пустые. Потому что, если гостиница не продаст номер, то в любом случае она вынуждена будет затрачивать и на его содержание, и на то, чтобы поддерживать его в нормальном состоянии. Поэтому в гостинице выгоднее продать этот номер хотя бы по себестоимости. Так вот, по себестоимости у нее и покупают глобальные системы бронирования по минимальной стоимости. Так сказать, оптовые компании, вот здесь у нас примеры, Амадеус, Галилея, Волтспен, Сабр, они – это компании, которые, собственно, выкупают по заниженным ценам авиакресла, кресла в самолете у авиакомпаний, какие-то автобусы транспортных компаний и номера в гостиницах. И потом уже напрямую продают туроператорам. Туроператоры, в свою очередь, компонуют эти туры, гостиницу состыковывают с авиаперелетом, с транспортной компанией и продают их турагентством. Но я уже рассказывала неоднократно, что я работала, допустим, не как турагент, а как субтурагент, потому что я работала по франчайзингу и у меня был еще центральный офис. То есть линейка посредников больше. И, собственно, и туроператоров всегда – это как минимум два туроператора, потому что есть офис, который продает вам, если вы в России, то есть представительство российского туроператора, и если он продает вам тур в Таиланд, то в Таиланде есть еще принимающая сторона. То есть компания, которая обеспечивает вам ваше пребывание, комфортную встречу в аэропорту, вовремя вас забрать из отеля, гиды, которые в отелях или на трансферах находятся – это обеспечивают операторы, принимающие стороны. То есть вы видите, какая линейка посредников намного больше, нежели просто два туроператора и турагент, прежде чем этот какой-либо тур дойдет до туриста, до вот такой замечательной девушки с красным чемоданчиком. Ну, наша девушка замечательная, она уже продвинутый пользователь интернета, она уже победила все свои страхи, она с удовольствием ездит самостоятельно и бронирует у онлайн-туроператоров услуги. Собственно, о таком онлайн-туроператоре сегодня и пойдет речь. Это замечательный портал fireflies.com. Fireflies в переводе с английского – это светлячки. Замечательные насекомые, которые освещают весь мир и не дают никому спокойно смотреть на себя. Так вот, что же такое fireflies? Бренд fireflies – это бренд, который является собственностью акционерного общества SwissHeli AG. SwissHeli – зарегистрированное акционерное общество в Швейцарии в городе Пфейфикон. Создал эту компанию SwissHeli AG, и удивительный человек у Люких Мерки. Президент и генеральный директор этой компании. Он занимается также антикризисными программами для стран Европы. Он пишет в учебнике по макроэкономике. Это человек глобального мышления экономического. Это человек, который прекрасно знает, как выйти из кризиса и куда двигаться во время кризиса для того, чтобы не упасть на дно, а для того, чтобы оказаться на вершине. Так вот, этот человек в 1998 году создал компанию SwissHeli, которая занималась IT-технологиями. IT-технологии в 1998 году как раз набирали интенсивных оборотов, и уже тогда человек увидел перспективы этого рынка. Но у Люких Мерки не собирался останавливаться на одном каком-то направлении. Многие годы они уже, компания во главе с этим человеком занималась анализом рынка туризма, и в 2011-м компания вышла на рынок онлайн-туризма. Но так как они собирались работать только пока в Европе, как онлайн-турагентство, они не предполагали даже такого стремительного роста, который наберет компания, когда выйдет на рынок стран СНГ. Мы люди активные, мы с вами, и начали активно развивать этот рынок, и уже в 2014-м году компания заняла позицию глобальной корпорации с новым брендом Fireflies. Это глобальная корпорация, которая занимается онлайн-туризмом по всему миру. Уже к нам присоединились такие партнеры, как PriceLine. Вы знаете, что PriceLine – это собственник Букинга, Агоды и многих других небольших онлайн-порталов бронирования, которые уже на рынке практически 20 лет, а кто-то более 20 лет. Представьте себе, какое доверие к нашей компании оказали корпорации, которые уже больше двух десятков лет на рынке. То есть о чем это говорит? О том, что эта компания завоевывает доверие масштабных глобальных корпораций. То есть о том, чтобы какое-то недоверие было со стороны одного человека, я думаю, что вообще не может быть и речи. Компания Amadeus – это система бронирования авиаперелетов онлайн. Hertz – это замечательная давняя компания, которая занимается рентой автомобилей. островок.ру – прекрасный портал, который недавно стал нашим партнером. TripAdvisor – это сайт, на котором вы найдете самые правдивые отзывы иностранных граждан, людей, граждан разных стран, которые пишут самые правдивые отзывы. То есть даже когда я работала в турагентстве, мы всегда читали сами отзывы именно на этом сайте об отелях, потому что наименьшее количество заказных отзывов именно на этом портале, потому что наибольшее количество людей, настоящих путешественников, которые были в отелях, пишут отзывы именно на этом сайте TripAdvisor. Здесь небольшая ошибка, после R идет I, и с точечкой такая. Наша корпорация уже завоевала 77 стран мира. Друзья, представьте себе, 77 стран за неполных 3 года компания завоевала полностью. Когда-то замечательный человек Михаил Киселев сказал, что попробуйте построить бизнес за 3 года в 77 странах. Это просто нереально. Поэтому корпорация набирает наше настолько стремительное развитие, настолько колоссальные темпы развития. Поэтому, друзья, торопитесь, очень-очень быстро мы развиваемся, и нам нужно быть всегда активными. Что же такое Fireflies? Это современный портал бронирования, который удовлетворяет абсолютно все потребности. Идея компании такая, чтобы вы зашли на один сайт, на один портал, и уже никуда вам не нужно было с него выходить. Вы решили поехать в Довиниканскую республику. Вы забронировали себе авиаперелет, забронировали гостиницу, забронировали экскурсионную программу и все, что вашей душе угодно. Еще пока не все идеи воплощены, но настолько быстро у нас сейчас воплощается все, что в ближайшее время, я думаю, что мы получим уже полный-полный портал. Уже скоро к нам зайдут, у нас будет возможность страхования купить, уже скоро у нас будет возможность экскурсионные программы купить. Еще осталось немножко подождать, друзья. Уже сейчас у нас очень многое есть. Наши услуги доступны с любого абсолютного устройства, с самого современного айфона, айпада, и с любого стационарного компьютера, с планшета. Мы можем забронировать наши услуги, насколько это удобно. Вы находитесь в путешествии, решили переехать в другой город, вы тут же посредине площади остановились, забронировали отель и собрали чемодан и поехали в другую гостиницу. Это, по-моему, уникальная возможность. Десять человек одновременно могут путешествовать. В большой компании путешествовать всегда дружно. Я всегда привожу пример о том, как замечательно, мне очень приятно наблюдать большие семьи европейские, которые путешествуют во многих отелях, можно встретить. И немцев, и британцев, очень много, и турки даже путешествуют большими семьями. Они не путешествуют, там пары. Парами, конечно, тоже путешествуют, но большими семьями очень много можно встретить людей, которые по семь, по десять человек вместе одной семьей приезжают на отдых. Я бы тоже так, безусловно, хотела всю свою большую семью собирать. Родных и ездить, отдыхать хотя бы раз в год в большой компании. Также вы можете получить у нас поддержку сообщества Fireflies.Travel. Что такое Fireflies.Travel? Ну, кроме того, что это сайт, на котором вы можете получить полное обучение о том, как самостоятельно забронировать отель, как забронировать авиаперелет, полностью обучение для путешественников. Вы можете получить также обучение для партнеров, для людей, которые хотят заработать на огромном рынке онлайн-туризма. Полностью обучение, которое очень-очень дорогого стоит, если за него где-то платить. Но на самом деле вы получаете его практически бесплатно. Но кроме всего, вы знаете, для меня это больше, чем просто портал или сайт. Это настолько вдохновляющее, мотивирующее окружение людей, которые тебя поддерживают, которые не дают тебе падать, которые всегда рядышком с тобой. Поэтому это замечательно. Я очень благодарна Олегу Быкову, который создал это сообщество, и который сейчас находится на Бали и вдохновляет своим примером. Это человек, который уехал из России и путешествует уже больше двух месяцев по Юго-Восточной Азии и показывает нам огромное количество видеороликов и показывает нам личным примером о том, как можно жить полноценной жизнью, отдыхать и при этом зарабатывать, при этом не париться где-то в офисе, не ездить в слякотную погоду, в общественном транспорте на свою работу. Так вот, какие же у нас услуги возможны на портале? Это свыше 300 тысяч отелей. Сейчас уже больше 450 тысяч отелей. В ближайшее время нам обещают больше 800 тысяч отелей. То есть практически любой отель, доступный в онлайне, будет у нас на портале. У нас доступно бронирование авиабилетов, бронирование трансферов. Это то, что вы уже можете забронировать. У нас доступны горнолыжные курорты. Очень-очень они быстро сейчас у нас заканчиваются, потому что, вы знаете, горнолыжный отдых у нас недоступен круглый год. Хотя, если вы знаете, в Дубае есть Ски Дубай, такой центр, там, где искусственный снег практически круглый год. Но это не на каждый кошелек может быть такой горнолыжный отдых. Поэтому, если мы говорим о натуральном снеге, естественно, зиме, то этот сезон очень короткий, и очень быстро разлетаются предложения. Потому что, если вы активный турист, то торопитесь. Очень мало уже предложений осталось. У нас будут доступны скоро билеты на местные программы. У нас есть служба поддержки. Если вы запутались где-то на сайте, не разобрались, она всегда с вами на связи, поможет, подскажет, как вам забронировать, что лучше забронировать, и вообще любые моменты вам поможет прояснить. У нас замечательная возможность пользоваться горячей линией. То есть, что такое горячая линия? Это человек, который с вами на связи во время вашего путешествия 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Вы всегда можете позвонить либо по телефону, либо по скайпу в горячую линию и договориться о любых абсолютно моментах, если вы забронировали ошибочно не тот номер, который хотели бы. Или если вас не устраивает тот номер, и даже если просто не соответствует тем описаниям, которые были представлены на сайте, то горячая линия решает уже эти моменты за вас. Вам не нужно дозваниваться своему турагенту, вызванивать где-то через каких-то знакомых, находить его домашний номер, потому что сегодня у него выходной или сейчас ночь. И не нужно переживать о том, что вам нужно там знание языка для того, чтобы с отельерами договариваться о чем-либо. То есть, горячая линия абсолютно все решает за вас. Уже на 9 языках мира доступна у нас горячая линия. Замечательная возможность у нас отменить заселение в отель за 5 дней до выезда. Вы знаете, что если вы бронируете через турагентство, то за 5 дней вам не компенсируют ни копеечки денег. Наша компания возвращает вам абсолютно все до копейки. То есть, ну, кроме банковской транзакции, услуги банков, безусловно, банки тоже себе ущерб не работают. Это в любой компании присутствует, при любой покупке. За 5 дней до вашей поездки, если у вас что-то изменилось, вы бронировали по раннему бронированию, за 5 дней вы можете уже все отменить без каких-либо штрафов. Если мы говорим об агентстве, то у вас 100% штраф, и ни копейки вам не вернут. Вас гарантированно заселят именно в тот номер, который вы забронировали, именно в ту гостиницу, которую вы забронировали. Приоритетное заселение. Я расскажу вам именно о своей ситуации. Мы, когда поселялись на эти выходные в отель швейцарский, у нас был очень ранний приезд. Мы приехали буквально в 7 часов утра в город. Но я прекрасно понимаю, что поселение в гостиницу будет не ранее 2 часов. Вы знаете, что стандартно в 12 часов выселение из гостиницы, в 2 часа у отеля на уборку и в 2 часа поселение. Я не говорю, что это касается 100% всех гостиниц. У некоторых есть свои условия поселения и отмены, но, как правило, большинство отелей придерживаются именно этого времени. 12 часов выселения, в 2 часа поселения. Я знаю об этой особенности. Мы не собирались селиться в гостиницу. Мы забронировали себе завтрак в ресторане с утра, но хотели оставить чемоданы в отеле. И вот когда мы приехали туда в половину восьмого утра, девушки очень засуетились, очень волновались, что же мы не предупредили о своем раннем приезде. Но, тем не менее, нам предложили поселиться в другой номер. Мы сказали, что не волнуйтесь, мы предусмотрели свою программу развлекательную на первую половину дня. Поэтому будем ждать, когда освободится наш номер. Единственное, что я попросила, если вдруг освободиться раньше, то, пожалуйста, наберите меня по телефону. Что бы вы думали? В 9 часов утра, то есть по прошествии полутора часов после нашего первого появления в отеле, нам позвонили и сказали, что вы можете приезжать в свой номер. В 9 часов утра нас поселили, и мы выселялись, никаких доплат, заранее поселение с нас не взяли. Друзья, представьте себе, мы должны были в 14 часов поселиться, нас поселили в 9. То есть 5 часов бесплатно мы прожили в отеле. Это, по-моему, уникальная услуга нашей компании. Наша компания застрахована на 5 миллионов швейцарских франков. В рублях, безусловно, сумма здесь неверно указана, потому что курс рубля, к сожалению, вырос. Поэтому ориентируйтесь на 5 миллионов швейцарских франков. Всего несколько простых шагов, прежде чем вы начнете пользоваться услугами нашей компании. Вам нужно зарегистрироваться на нашем сайте. Скажите мне, пожалуйста, у нас есть ли люди, которые еще не зарегистрированы на портале fireflies.com? Оставьте, пожалуйста, плюсики, кто еще не зарегистрирован. Ну, пока плюсиков не вижу, я так понимаю, уже все партнеры. Отлично. Отлично, друзья. Поэтому вы знаете, как регистрироваться. Получить нужно реферальную ссылочку, выбрать один из продуктов, ну и путешествовать и наслаждаться, делиться своими эмоциями, впечатлениями. Давайте разберемся, какие у нас есть возможности доступа на наш портал, какие именно продукты необходимо покупать. У нас есть бесплатная регистрация. Что она нам дает? Просто посмотреть портал. Правильно? Просто посмотреть, ознакомиться, как это работает. Есть у нас возможность пользоваться порталом, нашими скидками, скидками на поселение в отеле в течение года за 295 долларов. Если вы активный путешественник, или если вы часто ездите в командировки, то уже буквально, я думаю, за 2-3 командировки вы сумеете сэкономить значительную сумму из бюджета вашей компании. А также у нас есть замечательная возможность купить ваучер за 359 долларов. Что такое ваучер? Это поселение в гостиницу в любой точке мира, не ограниченную по датам и ограниченную только 10 человеками. То есть вы можете на один ваучер в течение года компанией в 10 человек путешествовать в любую, отпутешествовать один раз в любую страну мира. Это может быть замечательным подарком. Если вы еще не приготовили подарок к Новому году или к Рождеству, может быть, у вас какое-то событие у ваших родных, скажем, там, свадьба или день рождения, юбилей. Это могло бы стать классным подарком, я так считаю. Купить в путешествии, человеку подарить с открытой датой, и он поедет туда, куда хочет и тогда, когда хочет. И даже с тем, с кем хочет. Но наибольше интересный нам, безусловно, полный доступ на наш портал, это базовый пакет, который действительен в течение одного года. Он стоит 524 доллара. Туда уже входит один ваучер, и до 10 человек вместе с вами могут путешествовать. Кроме того, что это экономия, в случае, если вы купите отдельно доступ на портал и один ваучер, вы здесь экономите. Но еще вы здесь и получите дополнительную скидку. 4,1% дополнительной скидки в случае покупки базового портала. Самый замечательный... Ну, я думаю, что базовый, это так для молодежи подходит, для студентов, которые еще не обладают достаточно средствами, но которые активно путешествуют. Молодежь сейчас очень активная, и именно они становятся самостоятельными путешественниками намного быстрее, потому что у них еще нету такого количества страхов, как у людей более зрелого возраста. Но если мы путешествуем с семьей, если мы путешествуем в лучшие отели и путешествуем чаще, то, конечно, нам хотелось бы не на один год, а подольше путешествовать. И вот мы можем купить такой портал Smart, который называется Smart, разумный в переводе с английского. Стоит он 1570 долларов, то есть по цене трехлетнего доступа, но при этом компания дарит вам два года в подарок, и в течение пяти лет вы можете пользоваться замечательными скидками. Кроме того, еще компания делает вам дополнительную скидку 8,3% по сравнению с бесплатным доступом или с доступом ограниченным. Вы получаете три ваучера в подарок, которые вы можете отпутешествовать в течение года, и после этого пользоваться неограниченное количество раз услугами, полными услугами нашего портала. Но самый удивительный пакет лайф это именно для тех людей, которые хотели бы и путешествовать часто, и принести свою какую-то часточку в этот мир, и построить бизнес в онлайн-туризме. Именно здесь строятся самые лучшие доходы и самые лучшие скидки на услуги онлайн-туризма. 12,6% скидка самая большая. Представьте себе, ни одно турагентство вам не предложит такой скидки, потому что маржа у турагентства максимум 10%. Поэтому если разве что они будут вас за свои деньги отправлять, то только тогда вы получите такую скидку. Мало того, что мы получаем и так, классные цены, они намного ниже, чем на рынке, но компания дарит еще и дополнительную нам скидку, то есть скидка на скидку. Это вообще удивительно. Портал в действительном течении 99 лет в случае покупки лайф-пакета. Лайф-пакет стоит 3663 долларов. Такая красивая цифра. 3663. 7 ваучеров включено. Вы можете использовать их в течение 2 лет. Я еще... Мы еще не все ваучеры использовали. Вот один ваучер. Думаем, куда же его использовать. Очень хочется куда-то поехать. Как только приехали, хочется уже двигаться дальше. В течение 2 лет вы можете использовать эти ваучеры и в неограниченное количество раз ездить без ваучера, пользоваться замечательными скидками. Я так понимаю, что все у нас люди партнеры нашей компании и останавливаться подробно, стоит ли на каждом из пакетов. Ребят, давайте, может быть, посмотрим, что он... Что-то... Кому-то интересно посмотреть у нас на портале. Есть у нас желание посмотреть, какие у нас услуги можно забронировать. Смотрите, дело в том, что здесь приведены примеры. Если мы говорим, вот, закин в Кирион, это греческий остров, 459 долларов. Но, знаете, как и в любом... Любая туристическая услуга, она... Она не... Цена не может быть стабильной. Сегодня по 3 рубля, а завтра по 5, как в старом каком-то анекдоте. Эта цена всегда динамична. Всегда. Потому что сегодня этого номера нет, завтра он есть, потом от него кто-то отказался, и он снова доступен. Поэтому, если вы бронируете что-то для себя и хотите именно эту гостиницу, и именно по этой цене она вас устраивает, то лучше бронировать сразу. Лучше... Ну, если вы не уверены, что... Тогда посмотрите внимательно, что там есть условия отмены. Тогда вы сможете отменить, вам вернутся деньги, и вы забронируете что-то другое. Ну, потеряете банковскую комиссию. Но зато вы цену не упустите. Потому что нельзя сказать, что... Вот мы приехали из отеля, мы сэкономили огромную сумму денег. Очень экономно у нас получилось. Практически две ночи мы за 130 долларов в номере прожили в люксе семейном. Этот номер вообще он стоит... И 260 я видела на одну ночь, и 350 на новогодние праздники стоит номер этот вообще 500 долларов. То есть нельзя сказать, что номер, он стоит в одну сумму, и он так будет стоить всегда. Это цена очень гибкая, всегда-всегда, не только на нашем портале, но и на любом абсолютно портале. Ребят, меня вообще слышно? Потому что я смотрю, никто никак не реагирует. Мы будем смотреть сейчас портал и смотреть какое-то направление. Кому интересно посмотреть, какое направление. Друзья, меня слышно? Есть тут кто-нибудь? Слышно, Виктория? Спасибо, Ян. Так что будем смотреть? Проснулись! Только кто на каждый день может управлять путешествие по 10 человек? Да, совершенно верно. Только на пакете лайф. Спасибо, Лиля, я не уточнила этот момент. Именно на пакете лайф замечательная возможность отправлять людей без себя. 10 человек вы можете отправлять в путешествие. То есть это удивительный пакет, который замечательно подходит для бизнеса и для бизнеса турагентств. То есть вы можете предлагать его смело турагентам, потому что они могут отправлять уже без себя. Раньше такой возможности не было. Израиль. Замечательно. Сейчас я попробую показать вам свой экран. Если даст мне возможность. Нет ли или ограничения? Нет. Вы можете даже забронировали 10 человек и тут же начинать бронировать следующий. То есть в одну бронировку вы можете забронировать 10 человек. За одно бронирование. Сейчас. Минуточку, ребят, подождите. Не запускается экран. Наверное, не получится сегодня смотреть по экрану. Я сегодня провожу, честно говоря, с чужого компьютера. Не пускает меня. Сережа Царюта, ты на связи? Может быть, ты экран покажешь? Если есть желание у людей посмотреть. Вот Израиль просит Наталья. Сейчас, если Сережа на связи. Ребята, кто не путешествовал через наш портал? Поставьте, пожалуйста, единички. Кто еще не путешествовал, ни разу не бронировал путешествия через наш портал? Есть такие у нас? Есть. Лиля не путешествовала, Наталья не путешествовала. Да, мне, конечно, хотелось бы очень вам показать, как это работает, но, к сожалению, сейчас не получится. Не запускается. У меня пока с экраном. Сейчас я вернусь к вебинару. Сережа, на связи. Получится, Сереж? Привет. Получится экран показать? Да, да, да. Да, да, пожалуйста. Сережа, у меня не получается, потому что с чужого компьютера и запаролено скачивание программ. Я уже поняла. К сожалению, не предусмотрела эту возможность. Нет, у тебя должно получиться. Нет, нет, не работает. Ребята, тогда прошу прощения, извините. Если нужно, Наталья, Лилия, найдите меня, пожалуйста, в скайпе. Обязательно покажу вам, если есть необходимость в этом, девочки. Так работает, понятно, не получается пока заработать. Девчонки, ну, и мальчишки, я понимаю, что не получается заработать. Ну, вы знаете, как в любом бизнесе. Я открывала турагентство, и для того, чтобы заработать, вообще у турагентства нужно три года, для того, чтобы хотя бы выйти на самоокупаемость, то есть выйти в ноль, те вложения, которые вы изначально вкладываете, для того, чтобы их отбить, нужно три года. Это по статистике. Это я не только из собственного опыта, это статистика. Поэтому, и только потом начинается доход. Нужно показать экран. Все намного быстрее можно сделать. Ну, вот тебе нужно просто установить программку там быстро. Ну, в любом маленьком бизнесе, который требует первоначального положения, то есть представьте себе, я покупала франчайзинг за 4 тысячи долларов, потом вкладывала в офис, в всевозможные оргтехнику. Так как ты ведущая, я не смогу сделать показ экрана. А потом еще наступают ежемесячные расходы и на рекламу, и на аренду, и на зарплату менеджеров, которые еще новички, они не обучены, они могут часто не выполнять план, но тем не менее, какой-то минимум людям нужно платить для того, чтобы они хотя бы на работу доезжали и не были голодными. Вы же понимаете. Поэтому хотя бы 3 года нужно для того, чтобы окупить вложенные средства. Это не такие большие средства, это 10 тысяч долларов, но это намного больше, чем мы вкладываем в нашу компанию. Даже при покупке пакета лайф вы вкладываете намного меньше. И при этом вы получаете, друзья, вы не просто вложили деньги в никуда и не знаете, когда они вам отобьются, вы вложили в путешествие, и вы уже можете путешествовать и делиться своими впечатлениями. Безусловно, на то, чтобы заработать, нужно время. У кого-то уходит меньше, у кого-то больше, у кого-то какие-то навыки присутствуют, но деньги обязательно будут. Во вторник и в пятницу, друзья, у нас проводятся замечательные вебинары в 17 часов по Москве по маркетингу и о том, как заработать в нашей компании. Приходите обязательно. Виктория Грибанчикова или Олег Быков проводят, люди, которые зарабатывают, которые прекрасно разбираются в маркетинге, они помогут вам понять, где вы немножко недорабатываете, может быть, что-то не то делаете. Друзья, после того, как мы забронировали путешествия, съездили, мы обязательно делимся впечатлениями, правда? Делаем кучу фотографий, выкладываем в соцсети, и после этого уже люди нас спрашивают, «Боже, где это? Что за красота? Часто это случалось со мной?» Или «А сколько потратили?» Ведь так же бывает. Какие у нас есть соцсети? Это и Facebook, и ВКонтакте, и Instagram, и YouTube, Google+, и огромное количество еще других локальных сетей, которые там в каких-то странах присутствуют, в каких-то нет, но тем не менее их очень много. Везде мы делимся впечатлениями, они все сейчас очень взаимосвязаны, часто можно на одном аккаунте Google, и во всех соцсетях ты уже будешь высечиваться как присутствующий там. То есть они все переплетены и связаны с одним каким-то твоим аккаунтом. Как мы зарабатываем? Зарабатываем и очень легко заплатить 52 доллара и мы получаем бизнес под ключ. Друзья, вы понимаете, что бизнес можно наслаждать вообще с самого минимума. Не нужно колоссальных вложений, 52 доллара в течение года. Я думаю, легко заработать для того, чтобы окупить свои вложения. Если мы не можем заработать эти 52 доллара, значит, где-то не дорабатываем. Так, сейчас вопросы гляну. Я с вами. Отлично. Ребят, несколько слов в пользу того, что зарабатывать именно в онлайн-туризме именно в Fireflies. Туризм – это огромный, колоссальный рынок. Я думаю, что уже многие видели ролик в Ютубе постоянно, он крутится и в соцсетях выкладывает о том, какая емкость нашего рынка. 9,5% мирового ВВП. По аналогии с рынком мобильной связи, которая занимает только 1,5%, это колоссальные серьезные деньги. Интернет – это 99% всех денег на планете. Часто приводим мы на вебинарах фразу о том, которую сказал Билл Гейтс, что в ближайшее время будут бизнесы, которые есть в интернете и которые умерли. То есть практически все сейчас уходят в интернет. Сейчас, в период кризиса, очень многие бизнесы мелкие и средние, они претерпевают серьезные трудности. Этот кризис сказывается на многих оффлайновых бизнесах. Поэтому приходится предпринимателям либо уходить вообще с рынка и терять, соответственно, и свое вложение, и свой бизнес. Представьте себе, что может испытывать человек, который потратил огромное количество лет на свое детище, на свой бизнес, закрыть его. Но очень многие бизнесы сейчас приспосабливаются и уходят в интернет. В интернете сейчас лежат деньги. В интернете мы можем найти себе потребителей, клиентов для нашего товара в любой точке мира. Мы можем найти клиентов в той стране, которая сейчас не претерпевает кризиса или в том городе, в котором больше людей способных купить наш товар или наши услуги. Замечательное сообщество, уже более 60 тысяч человек, я думаю, что нас уже намного больше, потому что каждый день регистрируются люди на нашем портале Firefly. Это уникальное сообщество людей, которые путешествуют, которые делятся. Даже тот, кто не путешествовал, я думаю, если посмотрит ролики или Галины Чернухи и многих веселухи, прошу прощения, и многих других путешественников, которые часто ездят, которые делятся своими впечатлениями, люди заразятся и захотят посмотреть, увидеть. Сегодня мы смотрели перед вебинаром ролик о Праге, но разве не хотелось бы увидеть вам Прагу? Замечательный, красивый европейский город. И очень много таких городов, которые хочется действительно увидеть, прикоснуться к ним, немножко почувствовать себя в этой среде. Бизнес, который вы можете строить, и находясь в Праге, и находясь в Фондоне, и находясь в Москве, абсолютно в любой точке мира, и в Ростове-на-Дону, и в Киеве, где бы вы ни были. Мы ездили на этих выходных, мы были во Львове в пятницу, в субботу, в воскресенье, и вебинар я в пятницу проводила из другого города. То есть, сейчас интернет позволяет нам вести бизнес абсолютно в любой точке мира, абсолютно в любой стране. замечательная, замечательная возможность получить обучение для туристов и для партнеров у нас есть благодаря порталу fireflies.travel. Это удивительный портал, ребят, если вы еще не зарегистрировались и не прошли обучение, обязательно это сделайте. Может быть, это поможет и быстрее деньги зарабатывать, и быстрее начать путешествовать, потому что, знаете, когда ты начинаешь путешествовать самостоятельно, остановиться уже нереально, просто невозможно постоянно. Мы только приехали из одной поездки, уже планируем другую, уже хочется куда-то двигаться, куда-то стремимся все время. Бизнес-вебинары обязательно приходите в 17 часов по Москве во вторник и в пятницу. Пока еще не согласовано, как у нас будет проходить вебинары на праздничные дни, но у нас обязательно будут анонсы в случае каких-то отмен, но пока еще все поправится. Поэтому в 17 часов во вторник и в пятницу приходите, узнавайте, где лежат деньги, как заработать в нашей компании и как заработать быстро. Если кто-то еще не зарегистрировался, ну, как я понимаю, сейчас таких людей нету, обязательно зарегистрируйтесь бесплатно, посмотрите, познакомьтесь с нашим сайтом и знайте, что это очень легко, доступно и просто сделать, забронировать себе путешествие. Ребят, какие вопросы в Болгарию виза нужна или нет, спрашивают, или отдали, или в Болгарию виза нужна. Или, к сожалению, я не знаю, с какой страны вы пишете, из какого города, поэтому вам нужно уточнить либо на сайте консульства болгарского или посольства, смотря что у вас в стране присутствует, и там будет подробная информация. Ребят, в Google заходите и просто вбивайте виза в Болгарию для граждан России или виза в Болгарию для граждан Украины. И вам выпадет обязательно сайт, заходите не на посреднические сайты, а напрямую на сайты визовых центров. В Украине работают болгарские визовые центры, через них намного легче подавать документы. Да, горнолыжные курорты в Болгарии дешевле. Они, скажем, не для продвинутых пользователей, не для продвинутых лыжников, но тем не менее они есть, они очень хороши и пользуются популярностью довольно большой. Какие еще вопросы, друзья? О чем вам рассказать, что хотелось бы услышать от меня? Украина. Да, в Украине есть визовые центры болгарские. Сколько виза делается, нужно уточнять сейчас, потому что, во-первых, сейчас праздники или вы не сможете, скорее всего, именно сейчас подать, потому что Болгария встречает католическое Рождество и сейчас они, наверное, на выходных. Ну, хотя визовые центры, возможно, и работают. Нужно эту информацию уточнять, не могу вам точно сказать. Ну, в среднем 5 дней делается, но как именно сейчас в сезон, я не буду врать вам. не будут работать. Я тоже думаю, что не будут работать, они в празднике. Ну, кто знает, может, болгарам сейчас, если отели не заполнились, то будут работать. Визовые центры, это, как правило, работают представители именно населения той страны, в которой находится визовый центр. Это не консульство. Посольство и консульство, безусловно, они отдыхают. Но визовые центры могут принимать документы, просто срок выхода визы будет позже тогда. Друзья, больше вопросов нету по поводу виз, по поводу перелетов, отдыхов и так далее. По поводу перелетов хотела вам такой момент сказать, что бронируйте заранее. Не надо, если вы увидели хорошую гостиницу, начните все-таки с перелета. Не торопитесь бронировать гостиницу, а потом будете переплачивать за перелет. Если вы бронируете перелет на какой-то местный, местную автокомпанию, то где-то за 45 суток. Если бронируете международные рейсы, то, пожалуйста, за 60 суток, то есть за 2 месяца вам нужно заблагодаренно побеспокоиться о хорошей цене на свой перелет. На новогодние туры вы уже не найдете за неделю до Нового года, или даже меньше у нас осталось до Нового года, вы уже не найдете хороших перелетов. Если и найдете в интересующем вас направлении, то это будут самые дорогие, как правило, рейсы. Поэтому, люди, вы самостоятельные, самостоятельные путешественники, думайте заблаговременно о своем отдыхе. Я так понимаю, вопросов больше нету. Я вас очень благодарю за то, что сегодня были на моем вебинаре. Сегодня в 19 часов еще по туризму проводит у нас вебинар замечательный молодой человек Олег Павлецов, который прекрасно разобрался и в нашем бизнесе, и который очень хорошо может вам преподнести информацию, поэтому обязательно приходите в 19 часов по Москве на вебинар Олега Павлецова. Приходите, вообще у нас вебинары проводятся ежедневно, поэтому ищите своего спикера, ищите человека, который вам наиболее инфонирует, и обязательно приходите, слушайте вебинары. И бизнес, и путешествия обязательно будут с вами. Ещё раз благодарю вас, друзья, хорошего всем дня, все, кто празднует сегодня Рождество, ещё раз поздравляю, желаю всех благ, благополучия в вашем доме, в вашей семье, любви в сердцах и всего самого наилучшего. Всего доброго, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин